Итак, ребят, всем привет! Сегодня открылся наконец-то ПТС, тот ПТС, которого вы и так все долго ждали. Первым делом у нас изменили интерфейс, он стал совершенно новым, многие говорили, что он взят с Европы, но нет, это не так. Во-первых, на Европе он совершенно другой. Да, иконки схожие, они совершенно одинаковые некоторые, то есть знаки воскрешения, точно короны и все тому подобное. Но разработчик один и тот же, поэтому вы должны понимать, что, понятное дело, они сводят к одному виду игру, но тем не менее интерфейс у нас совершенно другой и он мне нравится. Я не понимаю, почему было столько нытья в комментариях или на форуме, то что интерфейс ужасный, оставьте предыдущий. Со временем вы к нему привыкнете и поймете то, что он даже намного красивее, чем тот, который был у нас. Давайте посмотрим, каждый уголок этого интерфейса, что изменилось. Создадим комнату. Комната на ПВЕ вот так выглядит, то есть здесь поставщики, чат, немного какой-то маленький у меня ник, вроде он как-то покрупнее был. Спецоперации, награда, что за строчка для награды, я не знаю, может. Не знаю, короче. ПВП. Это быстрая игра. Все карты. Неплохая такая анимация, мне нравится. Единственное, немного неудобно, в плане того, что раньше мы видели, то есть какая игра запущена, какая не запущена, в режиме ожидания. А здесь это все теперь только по значкам. Если раньше, то есть по цвету строчки, можно было бы сразу определить. Теперь надо обращать внимание на значок. Общие элементы посмотрели, теперь отдельные, магазин. Теперь склад. Теперь все в один ряд сделали. Элементы интерфейса пока накладываются друг на друга, да, это видно, то есть, ну, со временем, думаю, исправят это. Так, ну, зайдем сразу на полигон. Изменили освещение на полигоне. Теперь оно откуда-то вон оттуда. Вот оно, солнце. Свет немного синеватый, как будто дымка такая. Да, кстати, этот полигон не новый. Новый добавят в следующих обновлениях, это понятное дело. Так что не говорите то, что изменилось освещение, это значит, что это новый полигон. Нет, 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 он совсем по-другому будет выглядеть. Статус, значит, прогресс. Теперь вы видите, какое у вас будет следующее звание и сколько вам нужно опыта. Дальше матчи миссии. Классы выглядит все вот так. Опять же элементы накладываются друг на друга. Надо будет им поправить. Это посмотрели. Теперь прогресс. Контракты. Поставщики. Достижения. Те достижения, которые вы не получили, теперь они тусклым цветом. То есть вы можете разглядеть, как оно выглядит в общем виде. И можете уже, то есть решить, набивать вам его или нет. Это очень хорошее нововведение, я считаю. Странного достижения на корону пока не вели. Переходим в вкладку кланы. Унылый цвет какой-то. Ну ладно. И вот теперь статистики, то есть с правой стороны информация о клане. Теперь давайте посмотрим, что же у нас дальше. Оружие. Скорпион. Где он находится? За коробку удачи со Скорпионом. За варбаксы. Я не буду его сейчас крутить. Но характеристики вы можете увидеть. Урон 70. Дальность 7. Стрельба 800. Точность от прицеля. От бедра. Дробовик спас 15. Я не могу его купить. Даже на 1 час. Элитное оружие и снаряжение. То есть у нас добавили. Тайп. Урон 90. Дальность 16. Темп стрельбы 640. Емкость магазина 32. Два дополнительных патрона. Дальше следующее оружие. UMP. 31. Точность. От бедра 22. Емкость магазина тоже на 2 патрона больше. Глок. Урон 60. Дальность 12. Темп стрельбы 800. Точность. 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 Будет вести в игру еще несколько моделей за короны. И скорее всего. Как многие видели. Картинку. То есть это те же самые АЦР. АС-50. Скар. Только перерисованные. То есть под новый вид. Как сейчас вот эти вот новые оружия. Давайте. Раз уж короны есть. Купим. Что-то самое интересное. Я не знаю. Скорее всего куплю тайп. Давайте Мосберг. Вот. Новые ботинки Элизы. Скорость рывка. Длительность рывка. Дальность подкатов. Скорость передвижения пригнувшись. То есть замедление срабатывания мин убрали. Выглядят они тоже красиво. Как и предыдущие. То есть сама моделька такая же. Перерисована по другому. Перчатки Элиты. Скорость перезарядки. Повышает точность. Защищает руки от пуль. Интересно. Шлем Элиты. Инженеры. Превосходная защита головы. Восстанавливает здоровье. И защищает от ослепления. На медика дополнительно защищает от взрывов. На снайпера. Позволяет обнаружить вражеские противопехотные мины. И на штурмовика. Обеспечивает защиту ближним боем. Кстати выглядит очень даже красиво. Описание пламегасителя. Улучшает пробивную. Улучшает пробивную. Вот что пробивную. Не вместилось у них. Пламегаситель поставим. Рукоятку сошки. И двукратник. Давайте я в свободное место постреляю. Без контроля отдачи. Так, ну вообще. По-моему отдачи та же самая, что и обычного тайпа. С двух патронов в дальнюю. Давайте посмотрим, что же у нас дальше. Это боевые шлемы. На штурмовика, медика, инженера и снайпера. Вам не надо их открывать у поставщиков. Они доступны навсегда для покупки. И стоят 12 575 варбаксов. Характеристики у них обеспечивают базовую защиту головы и превосходно восстанавливают здоровье. Однако, в описании к ПТС написано то, что они обеспечивают носителям самую высокую защиту и способны восстанавливать здоровье. Но в известных проблемах, насколько я помню, написание новых шлемов. То есть, видимо, не базовая, а самая высокая защита. За починку много будут снимать, я так понял. На инженера он выглядит вот так. Вот красиво тут какие-то рисунки. Но, как всегда, припендюлют на лицо ему бинокль. Это меня напрягает. Почему всем инженерам то бинокли, то какие-то очкастые непонятные вещи, то фотоаппараты, то светодискотеку вообще на отряде Фантома устроили. Я не знаю. Вот за Блэквуд. Выглядит тоже просто шикарно. Наконец-то появились новые нормальные шлема, которые красиво выглядят, а не то, что за штурмовика, как, допустим, стандартный шлем, как грибок какой-то. Лисичка или опята. Или улучшенный шлем, который похож на качан капусты. Вот на Блэквуд. Очень-очень классно выглядит. Капюшон просто жесть. Посмотрим на штурмовика. И, наконец-то, на штурмовика нормальный шлем. За Варбаксы. В сочетании с бронежилетом и питоном он выглядит просто шикарно. Это за Блэквуд. Ну вот, на самом деле, если ставить на штурмовика, допустим, другой бронежилет, то выглядит, как гриста в скафандре. Хочу обратить ваше внимание, то, что давайте проверим, снаряжение в жилетах Титан-2 остался. Никто его никуда не убирал. И это понятно. Иначе в опрокидывании болтовок в этом свойстве не будет никакого смысла. Но, шлемы защиты от одного попадания, антихеды пропали. Нету его ни за один класс. Но они останутся у вас на складе на тот срок, на который вы его купили. Экзоскелет Инженера. Скин Блэквуд и скин Варфейс почти ничем не отличаются. Различить их будет очень сложно. Скин на Меда. Красивый скин на Снайпера. Капюшон мне нравится с маской. Штурмовик, кстати, тоже классно выглядит. Да, кстати, ребята, исправили ошибки. То есть, здесь написано то, что у оружия М249 пара исправлен некорректный минимальный урон. То есть, некорректный минимальный урон был на основе, насколько я знаю, он был 67. Не максимальный урон, который указан в характеристиках оружия 75, а минимальный, который был 67. Видимо, это была ошибка, и теперь, скорее всего, его снизит, и, как и видимо, эта цифра будет действительно 40. Новый экран загрузки. Да, реально, теперь ники и названия кланов какие-то маленькие такие стали. Мне кажется, раньше было лучше. Итак, мы загрузились. Автобаланс по-прежнему тащит. Вот сейчас у меня осталось совсем мало ХП. Давайте посмотрим, как оно восстанавливается. Восстанавливается оно очень быстро. Восстанавливается оно очень быстро. я так понял если вы центральную вышку заметит у вас преимущество преимущество не знаю в чем позиции точно а шить давайте посмотрим как здесь за снайпера а у нас почти захвачены точки я не успею даже переродиться я не успел ну в общем как то вот так вот карта конечно хорошая но слишком часто вот эта пурга поднимается и играть очень тяжело вот у нас конечный экран с результатами как вы видите ну а так вы все увидели что у нас на добавили на pts не знаю что появится на основных серверах пока это естественно известно но я думаю особо ничего не изменится спасибо за просмотр удачи всем